Валентина Шипигузова подала документы на оформление единой городской карты Севастополя 25 декабря прошлого года в многофункциональном центре на вокзальной 10. С учётом новогодних праздников выдачу ИГКС назначили на 19 февраля. Однако карта не готова до сих пор. А в Банке России женщине заявили, её документов даже нет в базе. 22-го, наверное, я туда подошла, и мне сказали, что документов наших нет. И где они, никто не знает. В Банке России должны быть, допустим, документы где-то сданы, где-то получены, что-то, чего-то, какие-то, ну, остались, скажем так, что-то осталось, что мы документы сдали. А в данном случае у нас даже нет этого, что мы сдавали их, нет в перечне нас данных. В такой же ситуации оказались соседи Валентины, которые вместе с ней подавали документы на оформление ИГКС. Супруги Ивана и Антонина Казак уже сталкивались с несовершенством бюрократической системы, когда получали паспортам. Документы 90-летней матери Антонины Сергеевны нашлись только спустя три месяца в Бахчисарае. Поэтому люди боятся, что с персонифицированными картами история повторится. 19-го и там на следующий день. Ну, 19-го нам не пришло ничего, 20-го не пришло. Потом вот наша соседка пошла, узнала, что ничего нет. Тут же я сходил туда, в банк. Документы наших не обнаружили. Сказали, подождать дня через 2-3, нам придет сообщение. И вот сейчас даже не знаем, где искать, понимаете? Вот такая история. Пошел в 5 часов утра, занимал очередь. Думаем, ну сделаем мы это. Побрадовались, что прошли. И вот такая вот канитель начинается. Пенсионеры сетуют. Их знакомая, которая подала документы на сутки раньше, 24-го декабря, уже давно получила заветную карту. 24-го документы они с мужем сдали. Но они декабря 24-го и документы они получили 7-го февраля. Им пришло сообщение. Но получали они на Ленина 15. А у них, ну в смысле, должны были получать на Толстого 25. По словам Ивана Родионовича, он неоднократно звонил по телефону, который указан в рекламе ГКС. В ответ – лишь гудки. Пенсионеры опасаются, что их документы утеряны безвозвратно и получить свои карты до 1-го апреля не успеют. Дело в том, что это же до 1-го апреля, тут уже выдают какие-то временные документы. А у нас же, если вообще документы потеряны, мы остаёмся и без временных документов, и без этих. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили информационный запрос руководству многофункционального центра. Заместитель директора МФЦ Юрий Громяк заверил, что потерять документы не могли. В соответствии с административным регламентом, документы, принятые для оформления персонифицированных карт ЕГКС, передаются в Департамент труда и социальной защиты населения сопроводительными реестрами в рамках установленного срока, с исключением вероятности утери документов. Также Юрий Громяк сообщил, что Валентине Шипегузовой, супругам Казак и всем, кто оказался в подобной ситуации, следует обратиться за разъяснениями в районное управление труда и соцзащиты или в многофункциональный центр на улице вокзальной 10. При себе нужно иметь паспорт и расписку о подаче заявления. В течение дня сотрудники МФЦ узнают, на каком этапе возникла задержка. Если карта уже готовится к выпуску, вам сообщат, когда и где её можно забрать. Если документы даже не обработаны и выдача карты задерживается на неопределённый срок, пенсионеры могут получить временный проездной на 60 дней.